Поддержка малого и среднего бизнеса и увеличение его доли в производстве валового национального продукта остается приоритетной задачей для всех регионов страны. Сегодня в Павлодарской области журналистам показали очередной проект, который был успешно реализован по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Работу на предприятии дополнительно получили 20 человек. Рассказывает слово Атимир Булатулы. Мука, макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия. Это Павлодарское предприятие при поддержке государства значительно расширило ассортимент продукции и теперь смело может называться классовым производством. Мастер глазировочного цеха Гульзайра Мустафина вместе с коллегами даже побывала за рубежом, где училась работать на новом оборудовании. По всей стране идет модернизация, мы тоже не остались в стороне, тоже идем много со временем. Не стоим на месте, мы продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. Особая гордость предприятия – это вот линия по производству бешформачной «Лапши». Ее изготовили по спецзаказу. Учитывая, что нигде в мире такое оборудование не производят, конструкторам пришлось немало поломать голову. Линия позволяет выпускать до тысячи килограммов продукции за смену. Сейчас на этом предприятии работают 250 человек. Из них 20 сотрудников приняли совсем недавно. Помимо покупки нового оборудования, государство взяло на себя и часть расходов по кредитам. Субсидирование по дорожной карте бизнеса установлено на уровне 5%. Это нам дало реальную возможность обновить наше оборудование, модернизировать его, что, собственно говоря, привело к увеличению производительности, к получению качества продукции. По Владарской области по дорожной карте бизнеса 2020 реализуется 106 проектов. Все они уже получили добро на региональном координационном совете. По словам Акима области, в последнее время особую активность стали проявлять сельские предприниматели. Здесь многовекторная политика, связанная, во-первых, с развитием, собственно, малосреднего бизнеса, с одной стороны, причем на уровне прямой поддержки, так, и второе, конечно, малосредний бизнес решает проблемы занятости. После увеличения мощности предприятие расширило и географию поставок своей продукции. Теперь она уходит в другие регионы страны. От возможностей, которые открывает таможенный союз, здесь тоже решили не отказываться. Мы очень активно выходим на новые рынки, но это, в общем-то, налагает определенные требования и обязательства. Нам приходится конкурировать не только с производителями местными, но и с производителями международными. Из Павлодара, Салават Семирбулатула и Марат Игликов, Агентство Хабар.